Всем добрый день! Мы начинаем наш бизнес-завтрак «Игра на понижение», на котором мы раскроем эффективные методы для снижения стоимости льда в строительном ритейле. Всех рада приветствовать! Напишите, пожалуйста, хорошо ли меня слышно, хорошо ли меня видно. В чат можно поставить плюсики. Добрый день! Всем добрый день! Да. Так, напишите, пожалуйста, хорошо ли меня слышно. Все, отлично, вижу реакции. Замечательно. Ну что, пока гости подключаются, напомню о нашем телеграм-канале, в котором мы рассказываем все про продажи, про стандарты отрасли. Выкладываем различные анонсы обновлений и обучений. Сканируйте QR-код и присоединяйтесь к нашему профессиональному сообществу. Все, замечательно. Переходите по QR-коду, будьте в тренде, будьте с нами вместе. Узнавайте новое. Ну что, перейдем к спикерам. Сегодня на встречу два спикера. Первый спикер, в общем-то, я. Меня зовут Ирина Жиделева. Я занимаюсь обучающим контентом и работаю с программой уже с 2019 года. Опыт довольно большой. Ну и, в общем-то, я являюсь ведущим и выдумщиком обучающих вебинаров, направленных на изучение программы Керамик 3D и ее внедрение. И второй у нас спикер – это Диана Габасова, ведущий маркетолог от компании Керамик 3D с более чем пятилетним опытом в интернет-маркетинге в секторе B2B и B2C. О маркетинге она знает практически все. Так что не стесняйтесь, задавайте вопросы. Итак, сегодня у нас с вами будет вестись запись. Как обычно, ее мы вам отправим по адресу электронной почты, которую вы указывали при регистрации. Задавайте вопросы в течение всей нашей встречи, и в конце мы на них уже ответим. Хорошо? Ну что, давайте приступим. Для кого же, собственно говоря, сегодня наш бизнес-завтрак? Он ориентирован на руководителей и маркетологов. Именно поэтому мы сегодня вас всех и позвали. И за 30 минут мы покажем вам инструмент, который позволяет генерировать трафик без вложений на рекламу, качественно отрабатывать абсолютно каждого входящего покупателя в ваш магазин и, как итог, уменьшить отвалы по воронке продаж. Кроме этого, мы покажем прямо в цифрах расчет окупаемости ваших инвестиций на продукт CRM от Керамик 3D. Посмотрим на практике автоматическую отправку панорамы в мессенджер клиента, и вы сегодня себя почувствуете покупателем и ощутите как раз-таки тот самый вау-эффект, который ощущает он. И, конечно, мы посмотрим, как полученную панораму строить на ваш сайт. Это абсолютно новый инструмент, очень доступный, очень понятный, так что сегодня мы изучим, как он работает. Но для начала мы все-таки задумаемся, а кто же ваши целевые покупатели? По статистике, можете посмотреть на слайд, 84% посетителей – это как раз-таки те люди, которые живут рядом в типовых панельках или новостройках, и, соответственно, все их, абсолютно все потребности так или иначе крутятся вокруг их жилплощади. И совершенно не важно, что они покупают, покупают ли они плитку, штору для ванны или шторки в спальню. И лишь 16% – это те покупатели, которые отличаются от большинства по своим потребностям. Но на них мы сегодня акцент с вами делать не будем. Сегодня весь наш бизнес-завтрак посвящен именно тем 84% посетителям, которые и, в общем-то, приносят вам большую часть выручки в месяц. Ну и мы покажем, как эту выручку с каждого покупателя увеличить минимум в два раза, при этом не тратя деньги на рекламу. Ну что, запись будет. Дмитрий, не переживайте, вижу вопрос. Запись будет, все мы вам вышли. Итак, начнем мы с вами сразу с инструмента. Я сейчас переключу на практику. Практика будет посвящена у нас галереи готовых проектов. И переключу непосредственно уже на нашу программу. Напишите, пожалуйста, виден ли мой экран, все ли хорошо. Так, виден, да, насколько я вижу сейчас. Можете прям тоже в чат плюсик поставить. Отлично. Итак, мы начнем с вами с абсолютно нового инструмента. Это CRM-система от Keramik3D. И основа этой CRM-системы является наша галерея проектов. Галерея проектов подключается абсолютно на каждый ключ и будет доступна абсолютно каждому вашему продавцу. Галерея проектов – это единая база целевых проектов, ориентированная на запросы большинства ваших покупателей. Сам проект содержит в себе панораму на 360 градусов, дающую возможность прям полюбоваться вашим проектом. Состав проекта, да, здесь же виден. Дальше QR-код и ссылка на панораму. У кого сейчас есть возможность, можете считать этот QR-код и насладиться как раз-таки тем самым эффектом, который так ждут и за которым идут покупатели в ваш магазин. И на что клюют, да, чего уж греха таить. То есть это то, что и обеспечивает вам вот такую вот органичную лидогенерацию. Об этом чуть позже расскажу. Но при этом это инструмент вот галереи проектов не только для того, чтобы демонстрировать, да, готовые интерьеры на этапе выявления потребности, ну вот в момент как раз-таки консультирования. Нет, это не только для этого. Наша галерея проектов, она еще и как раз-таки для лидогенерации, о чем я сказала только что. И вот в конце вы себя почувствуете покупателями и ощутите вот ту эмоциональную связь, эмоциональный всплеск от лицезрения такой красоты, да. Именно такой эффект и генерирует трафик, да, новый и привлекает абсолютно бесплатно новые лиды. Абсолютно бесплатно посредством рекомендации. Почему? Потому что вы сейчас сосканировали QR-код, и наверняка кто-то, да, отправил этот QR-код вашему коллеге, да, или вашему близкому человеку. И таким образом разрастается сеть тех самых лидов, которые придут дальше к вам в магазин. Все проекты, которые размещаются в галерее проектов, это проекты, сделанные не нами, это проекты, которые создаются вашими продавцами с учетом потребностей именно вашей торговой точки. Это важно, да. Каждый проект уже наполнен мебелью, сантехникой, различным декором, которые именно можно купить у вас. Не нужно идти в какую-то другую точку, в другой магазин, всем можно закупиться здесь. И, конечно, простраивая такие проекты, вы в обязательном порядке добавляете высокомаржинальные товары, смешивая их с наиболее популярными позициями. Например, если вы продаете стоковые позиции, только стоковые позиции, к примеру, да, то обязательно в подобные проекты нужно вплести какую-то новинку и продать ее, пусть под заказ, да, но продать. Таким образом вы сможете управлять продажей, контролировать их. И, ну, вот вообще от продажи товарных остатков до высокомаржинальных таких вот товаров. На самом деле вот эта галерея проектов, она может быть единая на все ваши магазины, если это сеть, да, магазинов. Либо эта галерея проектов может быть целенаправленно создана для одного конкретного магазина с упором на целевых покупателей, да, именно этого магазина. Ну, и вообще проект из галереи, по сути, это, конечно, готовый шаблон, готовое решение для того, чтобы быстро его откорректировать и продать этот проект здесь и сейчас. Мы все работаем в рамках экспресс-продажи, экспресс-проектирования. Быстро загрузил, быстро изменил и сразу продал. И сейчас мы с вами как раз-таки просмотрим путь, да, как это все сделать и как это работает прямо в реальном магазине. Ну что, вот у нас есть готовый проект, клиенту он понравился, и нужно немножечко внести какие-то изменения. Что делаем? Выбираем создать на основании. Сделку. И вот теперь, кто хочет себя почувствовать покупателями, напишите, пожалуйста, ваш номер телефона. Номер телефона должен быть с привязкой в WhatsApp. Для чего? Для того, чтобы вот по завершению нашего такого экспресс-проектирования я отправила вам ссылку на панораму, и вы посмотрели вот тот самый эффект, посмотрели проект и увидели, как это будет уже на телефоне вашего покупателя. Так. Юлия, давайте пишем. Обязательно проверяйте, чтобы был контактный телефон прикреплен к WhatsApp. Хорошо, это важно. Ну, выберу, наверное, несколько человек. Давайте возьмем, так, Тамару, Юлию, ну и потом еще кого-нибудь. Хорошо? Так, давайте. Для начала, кого возьмем? Давайте, наверное, Юлия, с вас начнем. Так. Пишем номер телефона. Все правильно написала. Обязательно проверяйте, чтобы это был номер телефона, да, подключен к WhatsApp. Все очень важно. Так, теперь дальше. Ну, Юлия, я вас так и назову. Вы у меня будете уже в базе клиентов. Обращайте внимание, что вот именно сейчас и происходит процесс создания базы. То есть, программа не откроется без введения контактных данных покупателей. А это значит, что на этом этапе вы формируете вашу базу потенциальных покупателей дальше и для дальнейших каких-то активностей. То есть, вы можете быть уже уверены, что ни один покупатель не уйдет без проекта и ни один покупатель не уйдет без панорамы. Это очень важно. Вводим название, выбираем тип помещения. И вот эти вот типы помещения, они потом важны для дальнейшей фильтрации в галерее проектов. Это важно. Поэтому на этом этапе мы все аккуратно вводим, потому что дальше с этим контактным номером телефона мы будем работать. В дальнейшем мы на него уже будем отправлять панораму, смету по проекту и так далее. Вижу очень много номеров, обязательно выберу еще несколько человек. Хорошо? Итак, проект у нас загрузился. Все очень быстро. И в чем здесь особенность? Обратите внимание, что когда мы работаем с галереей проектов, я об этом уже сказала, у нас должны быть все эти проекты ориентированы на большинство, то есть на те самые 84%. Поэтому если у большинства типовая застройка, типовая ванная комната по размерам, то по сути вам вносить изменения, кроме как в раскладку, больше ничего и не нужно. Но давайте мы с вами уберем на всякий случай полотенце. Дальше. Наша программа автоматически создает смету на вашем фирменном бланке. Это тоже очень важно. Наша программа автоматически создает и подбирает автосвет, и создает авторакурсы, которые в дальнейшем, из которых и выстраивается фотография и панорама. После того, как вы внесли изменения, вам остается только лишь сохранить этот проект в сделку и дальше отправить на модерацию. Все. То есть суть галереи проектов как раз таки в том, чтобы очень быстро внести какие-то корректировки, очень быстро продать этот проект и тем самым гарантированно отправить клиенту и панораму, и смету. Вот это и есть работа с готовыми решениями. Но еще раз я хотела бы сделать акцент, что в галерею мы с вами добавляем именно типовые застройки. Это значит, что если вокруг вас типовые застройки, это панельки, новостройки, не знаю, хрущевки, то и в галерее у вас должны быть именно эти помещения, именно эти планировки. Та самая ванная, тот самый балкон или коридор. И, кстати, не ограничивайте себя в каком-то одном помещении. Вы знаете, что ваши товары используются абсолютно в любом помещении. И очень важно в галерее иметь примеры каждого проекта. Если вы работаете с ваннами, то 100% к вам приходят и коридоры, и кухни, и балконы. Поэтому наполняйте проекты разными проектами. Это важно. И уже приходя в ваш магазин, покупатель видит свою ванну, свой балкон. И вы, собственно говоря, открываете этот проект очень быстро, вносите какие-то минимальные изменения и получаете готовую продажу. Все. Проект у нас сохранился. Мы переходим с вами в СРМ, возвращаемся. И дальше находим, Юлия, вашу сделку. Вот вы. Изначально, когда вы работаете с проектом, с покупателем, он всегда на этапе примерки. И после того, как вы создали проект, вот вообще вся информация аккумулируется в сделке. Что здесь есть? У вас есть и сам проект, который можно отредактировать или посмотреть. У вас есть смета по проекту, которая тоже подгружается сюда в автоматическом режиме. У вас есть вот как раз таки та самая панорама, которая формируется тоже автоматом. Вы заметили, что я ничего не сделала. Программа все сделала за меня. Почему? Потому что вот вся наша автоматизация, она на что направлена? На то, чтобы ваш продавец продолжал диалог с покупателем, выявляя дальнейшие потребности. И уже дальше планируя какие-то касания, чтобы он не зацикливался на проектировании какого-то одного помещения здесь и сейчас, продажи здесь и сейчас. Важно, чтобы диалог строился на выявление дальнейших потребностей. И чтобы клиент, покупатель у вас уже возвращался за новыми материалами. Ну что, возвращая, вернулись мы с вами в СРМ, Юлия, ну а теперь переходим к волшебной лидогенерации. Да, мы ее так назвали. Почему? Потому что сейчас мы будем отправлять панораму. И панорама у нас отправляется в автоматическом режиме, либо в ручном режиме. На самом деле здесь и так, и так возможно. Если в автоматическом режиме, то когда вы статус меняете у сделки на оформлении, то панорама отправляется сама. Юлия, проверьте, пожалуйста, ваш WhatsApp. Ну а я, собственно говоря, тоже открою. Так, вот. Специально сюда подгрузила. Вот в таком виде. Надеюсь, хорошо видно. Во-первых, после того, как панорама у нас отправляется, у нас появляется вот такое вот уведомление о том, что сделка завершена и панорама отправилась. Обратите внимание, что ссылка, Юлия, у вас сейчас пока не активна. Почему? Потому что тут еще одна фишка. Вам необходимо внести контакт в вашу книжку, да, если можно так сказать. Таким образом, ваш покупатель уже навсегда останется с вами, потому что в его контактах будет ваш магазин. Ну и, конечно, все ваши контакты точно так же сохранятся в CRM-системе, и вы всегда сможете его обрабатывать дальше. Давайте, Юлия, вместе с вами откроем. Я открою, и, соответственно, вы внесите меня в контакт, и дальше уже мы с вами вместе посмотрим эту ссылку. Ну вот, вот так выглядит панорама. Согласитесь, здорово, правда? Как вам? Все очень быстро, все максимально комфортно. Человеческий фактор полностью исключен, и вы, тем не менее, уверены в том, что клиент получит абсолютно полный комплект документов и эмоциональный фактор. Вот это и называется органическая лидогенерация, потому что эту панораму, Юлия, вы наверняка отправите кому-то еще, и дальше уже целая сеть разовьется вот таких вот рекомендаций. То есть наша задача именно через эмоциональный фон привлечь новых покупателей, абсолютно не тратя на это деньги. Юлия, а теперь скажите, поделитесь, пожалуйста, впечатления, как вам панорама. Напишите, пожалуйста. А я пока отправлю Тамаре нашу панораму, чтобы она тоже впечатлениями поделилась. Итак, Юлия, жду от вас. Да, интересно. Кстати, сейчас я быстренько буквально еще одному отправлю, для того, чтобы была возможность прям с нескольких собрать обратную связь. Так, поменяю номер телефона. Все, сохранить. И поехали. Так, отправлю панораму теперь в ручном режиме. Так, Тамара, ловите. Юлия, ну как, вам поделитесь впечатлениями. Вообще, хотелось бы вам вот таким, такой панорамой поделиться с вашими близкими. Напишите, пожалуйста, потому что именно через панораму, собственно говоря, и начинает работать серафанное радио. Это значит, мы с вами увеличиваем количество лидов, просто не тратя на это абсолютно никаких денег. Так, пока, Юлия, у вас панорама загружается, посмотрите, я покажу, каким образом уже руководитель может контролировать, да, вот то, что делает продавец на месте. Значит, у нас есть несколько личных кабинетов. Личный кабинет руководителей и личный кабинет продавца. Сейчас мы с вами зайдем под руководителя и что увидим? Во-первых, смотрите, все абсолютно проекты, которые создаются на местах, они тут же падают на модерацию руководителю. И вы, наконец, в такое счастье сможете увидеть вообще, что создают ваши продавцы. Потому что большинство руководителей даже не знают вообще, с чем работают продавцы и какие проекты на выходе получает покупатель. Таким образом вы сможете контролировать, да, вот работу ваших сотрудников, уровень наполняемости проекта, использование в проектах именно вашей торговой матрицы и все, вообще абсолютно все параметры. Здесь точно так же у нас содержится панорама, точно так же QR-код, ссылка, состав проекта и одна из новинок – это как раз-таки код для интеграции на свой сайт. Но об этом мы расскажем чуть позже. Так вы уже вот сейчас можете регламентировать и контролировать стандарт проектных продаж. Вот такой инструмент. А теперь смотрите, у кого есть вопросы, как эффективно выстроить управленческий цикл в проектных продажах, оставляйте, пожалуйста, заявку прямо сейчас под формой трансляции. И менеджер в ближайшее время с вами свяжется и все-все-все вам расскажет. Ну что, так, Эльза, а на весь дом можно сделать так же? Да, конечно, можно. Когда мы работаем с вами, отвечу так уж и быть на вопрос быстро, обычно хотели бы, но смотрите, когда вы работаете с многокомнатным проектом, панорама автоматически генерируется в каждом помещении. То есть, если у вас 4 комнаты, то, соответственно, вот здесь у вас будет 4 панорамы по панораме на каждое помещение. Так что так тоже можно. Все полностью автоматизировано. Все, Юлия, спасибо огромное за обратную связь. Именно это мы от вас и ждали. Именно от этого ждет от вас и ваш покупатель. Так мы привлекаем новых лидов абсолютно вообще бесплатно. Ну что, а сейчас как раз-таки я передаю слово Диане, нашему ведущему маркетологу. Она покажет и обоснует, что самое главное, как снизить стоимость лида. Итак, да, добрый день, меня зовут Диана. Сейчас мы как раз с вами будем приступать к такой нашей более теоретической части. Как раз приступим к игре, к нашей игре, которая у нас будет так и называться игра на понижение. Итак, начнем мы с первого правила. Как и в любой другой игре, у нас будут такие вот своеобразные правила. Первое правило о том, что увеличение лидов вдвое вообще возможно без увеличения расходов на рекламные кампании. Обычно формула расчета стоимости лидов – это расходы на рекламу на количество лидов, которые у нас есть. И сейчас мы с вами говорим о том, что для того, чтобы рекламный бюджет у нас был ноль, у нас должен быть органический трафик. Это у нас как раз и есть сарафанное радио. Оно формируется из того, кому клиенты доверяют. Итак, кому же клиенты, кому мы сами доверяем? Это те, кто с нами похож, кто близок. Это родственники, коллеги, остальные люди – все, до кого мы можем дотянуться. Это, получается, и есть те люди, которые получают от нашего клиента ту самую ссылку на панораму по совету, а не по рекламе. И таким образом у нас покупатель становится нашим таким агентом, таким амбассадором нашего бренда. При этом клиент становится нашим таким агентом совершенно естественным образом. То есть панорама отправляется без трудозатрат, автоматически. Она всегда отправляется без какого-то человеческого фактора, отправляется на почту или в мессенджер. И если вам надо дополнительно, в любые другие места тоже можно ручками взять и отправить эту ссылку. И, конечно, она генерит вам тот самый дополнительный трафик из клиентов. Это его родственники, это его коллеги, это близкие друзья и все, опять же, за ноль рублей. Второе правило. Чем выше выручка, тем для нас ниже стоимость лида. То есть, как правило, стоимость лида для компании составляет где-то от 300 до 3000 рублей. Все зависит от вашей компании, от ваших каналов привлечения. И это составляет где-то 10-15% от стоимости заказа. Тем самым образом, повышая выручку с каждого лида, мы получаем расходы на привлечение лида уже не 10-15%, а 3-5%. Гораздо меньше. В целом, четверть россиян сейчас по оценкам Домклика на ремонт квартиры в прошлом году потратили около полумиллиона тысяч рублей, а кто-то и больше. Напишите, сколько у вас средний чек в точке, сколько у вас приходят за каким-то ремонтом, за косметическим, за капитальным, сколько у вас обычно тратят, какой средний чек в вашей средней точке. Уверены ли вы, что вот из 500 тысяч рублей вы получаете вообще максимум или ваш клиент уходит куда-то к конкурентам? Опять же, и как сделать так, чтобы конкурентам не уходил? Вот это вот наша основная задача. И чтобы оставлял денег у нас, соответственно, больше. При этом, вот по оценкам, по статистике по Домклику, опять же, только 13% не делает ремонт при въезде. То есть заселяется либо в новостройку, так как есть, либо во вторичное, так как есть. Вот в основном, конечно, клиенты в любом случае делают какой-либо ремонт. Так, пишите. Пока что никого не вижу. Пока что у нас все заняты отправкой заявок. Пока ждем. Так, 200-250. Да, то есть вот средний чек, это уже даже хороший, причем не делаем замер среднего чека. Считаем по общей прибыли каждому сотруднику. Вообще, средний чек нужно считать так же, как и другие характеристики бизнеса для того, чтобы у нас была возможность как раз-таки управлять этим бизнесом. Как управлять, мы сейчас с вами как раз и будем общаться, чтобы вы на каждом этапе могли контролировать, какой у вас средний чек, какая стоимость привлечения лида. Тогда, конечно, у вас будет прозрачная воронка продаж, и вы будете понимать, из чего вот эта вот ваша прибыль как раз-таки и складывается. 40-50 как? Вот на самом деле, мне кажется, у нас чаще всего у клиентов стартовый чек именно такой есть. 40-50. 80-100. 200-60. 80. Опять же, от чего этот чек зависит, как его повышать, мы с вами сейчас будем общаться. Как повышать, как управлять выручкой. С помощью галереи проектов мы как раз предлагаем, вот которую сейчас показала нам Ирина, мы предлагаем проекты уже подготовленные, они с более высоким чеком. Почему? Потому что в нем уже заложены необходимые товары из других категорий, сопровождающие какие-то материалы и нужная маржинальность. То есть вы можете добавить как раз-таки товары, которые будут с высокой маржинальностью, и клиент, он уже видит, он уже видит, как это в целом смотрится. Ему, конечно, хочется приблизиться к этой картинке тем или иным образом. То есть она, ну, если вы не покажете, клиенту не захочется приблизиться. Если вы покажете, это уже зацепит клиента, и это добавит к вашим чекам где-то плюс 20% к среднему чеку и увеличит количество SKU в чеке. Итак, следующее у нас правило. Правило третье. Чем выше конверсия в покупку, тем ниже стоимость лида. Опять же, все очевидно. Как влиять на конверсию в покупку, как влиять на конверсию в оплату? Конечно, через сопровождение клиента. Какой сервис оказан клиенту, так он и будет готов, опять же, что-то у вас приобретать или уйдет куда-то дальше. Какие инструменты есть для увеличения конверсии? Во-первых, это, как бы мы ни говорили, но это сайт, какая-то страница ваша с уникальным контентом, где вы можете как раз-таки привлечь лидов на первую стадию, привлечь к вам в розничную точку. Там должны быть уникальные панорамы, которые будут с ассортиментом из наличия. То есть это не рандомные видеоролики, это не просто демонстрация коллекции, а опять же, вот работа на вашу целевую аудиторию. Кто к вам приходит? Чтобы они видели именно то, что вы продаете и видели именно то, что они хотят купить. Когда это все сочетается, естественно, клиенты уже по-другому смотрят на проекты и готовы это покупать. Они видят, что они покупают. Во-вторых, в торговом зале все должно ввести еда в зону проектирования, а на оборудовании должны быть QR-коды с проектами. Сколько раз, опять же, сколько бы мы утвердили миру, что так и должно быть, чтобы клиент у вас, опять же, не потерялся, чтобы он мог в любой момент посмотреть, как эти проекты выглядят, тоже восхититься, как вы, вот посмотреть в центре помещения, как это будет выглядеть, как будет это в реальной жизни смотреться красиво. И каждый именно человек, который к вам зашел, должен получить эту услугу примерки именно в его помещении. Точно так же, как мы приходим в магазин, мы примеряем, мы заказываем вещи, мы примеряем. В-третьих, высокая скорость обслуживания за счет галереи готовых проектов. Вам сейчас вот Ирина показала это очень быстро. То есть вы прям показываете те помещения, которые клиенту интересуют. И, опять же, эти помещения создают ваши сотрудники. Они постоянно их актуализируют. Это не висит у вас когда-то созданное давным-давно, несколько лет назад старые коллекции и так далее. Все актуальное, все быстро исправляемое, подстраиваемое под ваших клиентов. В-четвертых, это должна быть экспертность сотрудника, который становится для клиента вот не просто продавцом, которому хочется что-то втюхать, а настоящим экспертом. И в-пятых, это автоматически отправленная панорама. Это создает сервис, который вот выше ожиданий покупателя. То есть он пришел за тем, чтобы купить что-то одно, а он получает сервис, обслуживание, качество. И поэтому, естественным образом, конверсия в покупку таким образом повышается. Следующее правило. Опять же, когда мы формируем долгосрочные отношения, через доверие, мы уже с большей вероятностью этого клиента увидим вновь. Потому что мы приходим туда, где сервис нам понравился, где качество нам понравилось. Ближе что-то откроется, неважно. Больше что-то откроется, неважно. Потому что мы знаем, что мы идем за хорошим качеством, за обслуживанием, за людьми, которые нам сделали то, что нам нравится. Они втюхали нам то, что им захотелось. И в чем нам комфортно в том стало жить. И, конечно, коэффициент возвращаемости клиентов за ремонтом другой комнаты, это тоже ваш дополнительный источник для лидогенерации. 70% россиян живут в двух-трехкомнатных квартирах и даже больше. То есть эти люди делают не только ремонт одной квартиры. Они увидят, что у вас есть балконы, у вас есть холлы, у вас есть санузлы, у вас есть кухни и так далее. Как правило, у людей есть коридоры и кухня. То есть в любом случае можно вернуть клиентов как минимум за этим. И каждый год более, по оценкам, более полумиллиона приобретают жилье на вторичном рынке. Около миллиона квартир в прошлом году сдалось, введено было в строй в целом, новостроек и еще около 400 тысяч частных домов. В целом спрос на частные дома сейчас тоже растет. Их тоже нужно, там нужно делать ремонты, там нужно делать что-то красиво, отделывать, ремонтировать и так далее. К тому же отделочные материалы в целом покупают этапами. Как мы это уже опять же и говорили, еще раз повторим, что от черновой отделки до декора и как правило на новой плитке, на новом ламинате, на новых обоях ремонт даже косметически не заканчивается. То есть по исследованию вот все инструменты.ру мы смотрели четверть россиян делает ремонт от 3 до 6 месяцев, а кто-то дольше. И естественно это не единоразовая покупка, это могут быть несколько возвращений, что-то забыли, что-то захотели еще добавить. Поэтому возвращайте, выстраивайте именно долгосрочные отношения через заводу о клиентах. Не навязчивую, а вот именно такую уместную, органичную коммуникацию, когда вы запланировали дальнейшие покупки, поставили дату, запланировали дизайн-проект других помещений, спросили вообще, хочет ли он что-то ремонтировать дополнительно и через какое время. А потом обязательно напоминайте о дате клиенту. И ваш контакт магазина с панорамой уже сохраняется у менеджера, в мессенджере у клиента. То есть клиент может вернуться, поискать на почте, опять же посмотреть этот дизайн-проект, и этот дизайн-проект будет уровнем студии дизайна, потому что вы его отмодерировали, выбрали, вернули на доработку, возможно, и сделали именно такие вот красивые, актуальные, органичные, прям эффективные какие-то проекты, которые будут на вас работать, созданные под индивидуальные потребности при этом и возможности у конкретного покупателя. А вовремя полученная панорама, когда вы в мессенджере ее не просили, а прям вот ее сразу же получили, опять же позволит клиенту вовремя поделиться с мужем, с женой, с братом, с мамой и так далее, посмотреть, согласовать, опять же срок согласования, срок покупки у вас сокращается. Таким образом стоимость клиента для компании складывается для вас из стоимости лида, процента конверсии вообще в покупку, коэффициента возвращаемости и уровня удовлетворенности или НПС. И вот на первом этапе у вас воронка, она уменьшилась по стоимости лида, ну как не воронка уменьшилась, а стоимость лида, она уменьшилась, при этом лидов стало больше. На втором этапе лиды, которые у вас зашли в торговую точку, они купили на более высокий чек и дали более высокую конверсию в покупку. А на третьем этапе они вернулись, потому что опять же у вас был высокий уровень удовлетворенности клиента покупкой. После чего клиент был доволен, он делится со своими близкими, с друзьями панорамой, они снова ее получают и запускают цикл дальнейшего получения новых лидов. Снова клиенты попадают на первый этап, попадают бесплатно, потому что опять же в рекламу, в продвижение, в создание какой-то именно маркетинговой активности, каких-то акций вы не вкладывались. Давайте сейчас мы с вами посчитаем это на практике, посчитаем это на цифрах. Сейчас я открою для вас, расшарю мой экран. Так, смотрите. Смотрите, получается, расходы на рекламу у нас, во-первых, вот на первом этапе, на лидогенерации. У нас расходы на рекламу, предположим, в месяц вы потратили 50 тысяч рублей в целом на рекламу. Это что вам дало? Это дало 100 посетителей, которые стоили вам примерно по 500 рублей. Со средним чеком при этом 30 тысяч рублей. То есть вот они пришли, купили основного продукта у вас на 30 тысяч рублей. И далее сопутствующие товары. Опять же, это где-то в пределах 10-15% от чека, где-то 4 500 рублей. И еще на 15 тысяч из других категорий, то есть там мебели, сантехники, света и так далее. Итого, общий чек у вас составил 49 500 рублей. Считаем вот такой минимальный, на самом деле, минимальный какие-то значения. И еще на, и конверсия, получается, в сделку у нас составила 70%. Это такие вот средние. Итого, у нас оборот составил 3 миллиона рублей. Если вы, опять же, хотите посчитать это на вас, именно на ваш бизнес, какие у вас цифры, оставляйте заявку ниже. У нас есть форма такая, заявка внизу. Прямо заполняйте ее, отправляйте. Наши менеджеры свяжутся, ответят на все вопросы индивидуальные, посчитают для вас индивидуальные и так далее. Итак, как мы вообще на это влияем? Как мы докручиваем эти инструменты? За счет того, что ваш клиент поделился со своей семьей, со своими близкими, со своими коллегами, мы получаем еще по 5 контактов в среднем, в охвате. То есть это еще, они к нам не всем дойдут, но тем не менее, это где-то по, получается, 500 у нас со 100 у нас полученных, да, лидов. У нас где-то по 5 еще добавилось. То есть 500 где-то охват составил. Дополнительный. Итого, это у нас конвертировалось, и получили мы, что при более высокой конверсии. Конверсия, опять же, более высокая в дизайн-проект. Почему? За счет того, что теплые клиенты, они уже со сформированной потребностью. Это не холодная реклама. Естественно, они уже видели, как выглядит этот дизайн-проект, они уже послушали отзывы, они уже поняли, нравится им это или не нравится. Итого, стоимость льда снизилась, и их стало больше. То есть составило 425 рублей, и количество посетителей, именно розничной торговой точки, у нас составило 134 льда. Итак, средний чек, при этом у нас на этапе конверсии, так, что-то я нажала. Сейчас, секундочку, отменю. У нас все, да, все полетело. То есть у нас будет на этапе конверсии в продажу, у вас появится возможность с помощью галереи проектов управлять средним чеком, закладывать более высокие маржинальные продукты и получать проект не за 30 тысяч рублей уже, а за 36. Поэтому, потому что вы, получается, предложили клиенту функциональные проекты, это были проекты с декором, с какими-то маржинальными коллекциями, и вы сразу в проекте показываете сопутствующие товары, опять же, вы их не забываете. И также вы показываете сразу дополнительные категории, сантехники и так далее. Клиент понимает, что да, надо бы обновить все под новый дизайн, под новое красивое помещение, и общий чек будет составлять таким образом 63 тысячи рублей. Конверсия в оплату, конверсия вот как бы в сделку, она уже будет выше, потому что вы показываете готовое решение и автоматически отправляете именно вот качественную визуализацию, которая снимает возражения клиента, которая позволяет согласовать как-то вот новый ремонт, показать наглядно, что да, чуть-чуть как бы дороже, да, как бы может быть что-то другое, что-то новое, но при этом очень красивое, очень вот можно посмотреть, как это будет выглядеть в нашем ремонте и, конечно, вдохновиться. Вот в процессе, получается, мы получили практически 7 миллионов, при этом в процессе мы ничего практически не меняли, то есть мы специально убираем весь человеческий фактор, чтобы вот эти вот этапы по воронке продаж, они делались автоматически, чтобы вам не нужно было следить за сотрудником, отправил он панораму, не отправил, все сделала программа сама, самостоятельно, и свет поставила, и отправила, и у вас самостоятельно сформировалось таким органическим способом галерея проектов. Соответственно, вы вложили вот эти дополнительные 7 тысяч рублей в инструмент и получили дополнительно 3 миллиона денег в обороте. Опять же, индивидуальные какие-то оценки, индивидуальные, вот индивидуально ваш запрос, мы можем все посчитать, выставить вам коммерческое предложение, оставляйте ваши заявки ниже. Сейчас у нас действует промо-тариф, я обязательно еще раз про него расскажу, оставляйте по этому заявке внизу. Менеджеры свяжутся, проведут вам презентацию, ответят вот именно на ваши вопросы, вот любые, какие у вас появятся, и посчитают все именно для вас. Также любая CRM-система, она позволяет вам планировать следующие сделки, поэтому у вас появляются продажи для будущих периодов. Ремонты делаются этапами, как мы говорили, и вы можете предлагать свои товары в разные помещения. Если у вас будет в галерее балкон или холл, вы можете быстро предложить клиенту записаться на дизайн следующего помещения, и тогда вы возвращаете этого клиента, или, например, на кухню, этого клиента через полтора месяца возвращаете и получаете дополнительные выручки еще на полтора миллиона. И давайте почитаю немножко, есть ли у вас какие-то вопросы. Смотрите, это реальные цифры. Вы, опять же, можете посчитать на ваш реальный бизнес, как это у вас работает, какие у вас есть особенности. Естественно, все бизнесы работают по-разному. Мы только что увидели, что у вас есть совершенно разные чеки. У кого-то средний чек 200 тысяч, у кого-то 40 тысяч 50. Все зависит от региона, от вашего магазина, сколько вы находитесь на рынке и так далее. То есть менеджер может уже сориентироваться именно индивидуально, показать все, рассказать вам. Это вот такая средняя процента конверсии по нашим клиентам. Мы регулярно проводим аудиты, приходим к нашим клиентам, смотрим, как это работает, помогаем как-то докрутить эти инструменты, чтобы они работали эффективно. Так, полноценный CRM, да, для магазина. Где не требуется составление, а дизайн проекта. Смотрите, опять же, это все индивидуально можно, я вот вижу просто, что вопросы такие вот индивидуальные, мы, думаю, не будем затягивать, мы уже и так немножко, как бы немножко и так уже отстаем. Можем ответить все, опять же, индивидуально на консультации. Наши менеджеры всем вам ответят, поскольку у нас тут 90 человек, конечно, на все ответить не получится. Давайте мы сейчас быстренько тогда доделаем с вами, что у нас есть по плану. Буквально еще 5 минут я покажу вам, как это интегрируется на сайт. Опять же, то, что у нас, про что у нас рассказывала Ирина, про то, что это можно интегрировать на сайт. Следующее правило, поэтому будет связано с омниканальностью, с тем, что продавать нужно и в оффлайн, и онлайн, и путь при этом вашего клиента должен быть таким же бесшовным в любых каналах. То есть, где бы клиент ни оказался, все дороги должны вести к покупке. Для этого у нас появилась как раз-таки новая возможность. Это быстрая вставка панорам на сайт. Возможность вставки была у нас и ранее. То есть, мы отправляли инструкции, но в этот раз мы сделали все прям в лучшем виде, максимально просто, максимально быстро для любого вашего проекта из галереи в код сайта. Сейчас мы с вами это продемонстрируем на примере. То есть, мы отправляли инструкции, но в этот раз мы сделали все прям в лучшем виде, максимально просто, максимально быстро для любого вашего проекта из галереи в код сайта. Сейчас мы с вами это продемонстрируем на примере. То есть, мы отправляли инструкции, но в этот раз мы сделали все прям в лучшем виде, максимально просто, максимально быстро для любого вашего проекта из галереи в код сайта. Сейчас мы с вами это продемонстрируем на примере. То есть мы отправляли инструкции, но в этот раз мы сделали все прям в лучшем виде, максимально просто, максимально быстро для любого вашего проекта из галереи в код сайта. Сейчас мы с вами это продемонстрируем на примере. То есть мы отправляли инструкцию, но в этот раз мы сделали все прям в лучшем виде, максимально просто, максимально быстро для любого вашего проекта из галереи в код сайта. Сейчас мы с вами это... Сейчас мы попробуем на самый простой... Смотрите, всё, ещё раз напишите, да, всё ок или нет, потому что нам говорят, что у нас всё троится, боится и так далее. Смотрите, это, наверное, да, потому что мы с вами расшарили такой экран. И смотрите, у нас это такой вот обычный стандартный проект, стандартный сайт, который у нас есть. То есть у вас может быть здесь ваша афиша, ваш заголовок, форма именно заявки для вас, какая-то акция, какие-то ещё мероприятия, то есть любая информация, можно это размещать также и на сайте. Опять же, у нас здесь есть возможность посмотреть это всё, красоту и так далее. Мы с вами только что, вот мы показали, как мы скопировали код, который можно скопировать с составом проекта или без состава проекта. И именно из нашей программы просто буквально любой проект мы можем взять и скопировать. Хоть разместить, хоть здесь и таких, хоть три штуки и так далее. Вот, и смотрите, мы смотрим вот тут вот у нас внизу в контенте, мы можем добавить дополнительно другое, HTML-код. Если у вас, опять же, какая-то другая платформа, если у вас там ваши индивидуальные подрядчики, если у вас какие-то такие свои особенности, да, сайта, как всё это сделать, как это всё добавить, как добавить так, чтобы это работало, мы просто с вами созвонимся, один раз проконсультируем, и это будет, скорее всего, будет работать, да, либо найдём какой-то вариант решения этого вопроса. Так, смотрите, ещё не обновилось, сейчас мы опубликуем. То есть мы внесли обновление, опубликовали, вот, и добавился новый проект. Новый проект добавился слева, потому что мы его хотим добавить, выравнивание по левому краю, по правому краю, опять же, опубликовать, сейчас посмотреть. Все остальные какие-то дизайнерские ваши совершенствования, доработки у вас на сайте могут работать как угодно, опять же, да. Но вот именно на сайте оно будет работать таким образом. Давайте мы посмотрим. Вот так вот всё у нас, то есть работает. Можно разместить, пожалуйста, два сайта, две панорамы, одну панораму. Можно, опять же, разместить какую-то целевую, целевое помещение, которое будет привлекать ваших клиентов, которое будет работать именно для вашей целевой аудитории, чтобы это максимально эффективно работало. Также, смотрите, на базе соцсетей ВКонтакте можно это сделать. То есть, смотрите, здесь, кроме того, что есть код, у нас есть QR-код, который идёт со ссылкой. То есть мы просто копируем ссылку, и точно так же мы можем добавлять их в наши посты. Например, какой-то вот у вас вы пост пишете, отправляете туда ссылку, типа посмотрите это в 360, посмотрите со всех сторон, ощутите себя внутри, да. Вы можете это всё, опять же, написать, посоветовать и так далее. Вы можете этот QR-код разместить на каких-то, на любых ваших там каталогах можно. Опять же, на картинках, которые у вас в соцсетях есть, выложить QR-код. И этот QR-код будет, можно будет считать, опять же, и попасть в этот интерьер, посмотреть всю красоту со всех сторон. То есть для тех, кто вот, мы знаем, что есть у нас кто-то, кто не пользуется там сайтами, потому что это дорого, это там тяжело, кто-то продвигается в ВКонтакте, в других соцсетях и так далее, пожалуйста, размещайте, можно кодами, можно QR-кодами, можно работать, опять же, размещать на сайте, чтобы это вот у нас было, всё работало на привлечение ваших идов. Итак, следующее, переходим у нас, да, к следующему правилу. Конечно, в 2024 году мы говорим, что нужно иметь как минимум там либо сайт, либо какие-то другие оформленные странички, банально странички на картах. Они должны быть оформлены, наполнены визуализациями, наполнены каким-то уникальным контентом, что зацепит, чтобы это отстраивало вас от интернет-магазинов, от маркетплейсов, потому что клиенты заходят туда, они видят, что там-то всё красиво, а там может продаваться всё то же самое, только дороже, там с доставкой и так далее, по каким-то оверпрайсам, потому что там, вот видите, составили для вас красивую картинку, она вас зацепила. Но вы это можете делать точно так же, только совершенно для ваших клиентов, там платно или бесплатно, да, как вы хотите предоставлять вот этот вот именно визуал, индивидуальный под каждый проект. Сайт там или соцсети – это, опять же, не просто красивое дополнение к вашему бизнесу, которое, ну, прилично в наше время иметь каждому. Рейтинг вашего сайта, рейтинг вашей соцсети, либо вашего, опять же, позиция ваша на картах влияет на то, видит ли вас вообще клиент в выдаче. Вот когда он заходит искать куда-то в Яндекс, не знаю, в Гугл, в карте, в Дубльгиз, видит ли вас клиент вообще, создавая на сайте вот такой уникальный контент за счет панорам, за счет визуализации, за счет ссылок, за счет ваших конкретных товаров, коллекций, которые у вас есть, они не так, что там к вам пришел клиент, а вы говорите, ну, извините, это просто визуализация, мы вам такое не сделаем. Вот, теперь вы сможете сделать все для клиента так, как вот он видит, как он увидел у других, что его зацепило, вы можете сделать точно так же. И вы увеличиваете количество посещенных страниц на сайте, если у вас сайт. Время на нем, точно так же с соцсетями, количество подписчиков. Увеличиваете конверсии в заявки, в заказы, какие-то в дизайн-проекты и так далее, что влияет на то, сколько у вас будет стоить лид, потому что в конечном счете это все влияет на количественные показатели, на то, увидит, поднимется ли ваш сайт, поднимется ли ваша соцсеть, опять же, в рейтинге, в топы, где-то в поисках. И последнее правило для того, чтобы делать вот этот высокий результат, о котором мы говорим, вы должны сделать примерку не допуслугой, что вот, ну, если вы хотите, то так и быть мы для вас делаем, да, а стандартом обслуживания в вашем магазине. Клиент пришел, вы у него спросили. Клиент пришел, вы ему предложили. Клиент даже к вам не подошел к продавцу, он увидел QR-код, он уже считал, он что-то сам посмотрел, не просто вот ждет, когда к нему там подойдут кто-то, да, а он уже заранее знакомится с вашей продукцией, как она будет выглядеть в реальном масштабе. И когда вы наполняете вот эту вот воронку на всех этапах, когда вы можете проследить, где у вас сколько ушло, почему, куда, по каким причинам, кто не доработал, кто не дожал, опять же, как это дожать, как доработать, чтобы она у вас не сыпалась, тогда вы получаете вот тот самый высокий результат в итоге. И сейчас вот этот вот функционал, который мы вам показали с галереи проектов, с облачным рендером, с автоматическим, с всеми, с автоматическим светом, автогенерацией панорамы из нужной точки, все это в высоком качестве, да, в 8К, вот мы сейчас вам показывали, он будет стоить по промо-тарифу, потому что мы вот этот продукт анонсируем, показываем вам первый-второй раз буквально, при этом мы уже все оттестировали, если что, да, наша большая команда тестировщиков, она все оттестировала, выложила для вас, оставляйте заявки, менеджеры с вами обязательно свяжутся, заявки оставляйте вот прямо внизу, то есть вы прям берете, пролистываете вот сейчас мою говорящую голову вниз, и там будет у вас заявочка, заявку оставляйте, это не комментарий, никто их не увидит, да, никто лишний там не прочитает, на какой вы номер телефона, кто вы, куда оставили и так далее, с вами обязательно свяжутся, опять же, как-то проконсультируют вас по вашим, по всем индивидуальным вопросам, а можно ли разместить на ваш сайт, а можно ли ВКонтакте, а можно ли, чтобы у меня там красненькое было, зелененькое и так далее, то есть это вот сейчас то, что мы показываем, опять же, это универсальный такой формат, который работает для всех, что-то, что там, а у меня, а как мы, опять же, можем вас проконсультировать, рассказать, что у нас планируется в дальнейшем, что мы можем вам дополнительно предложить, как-то докрутить, добавить в ваши коллекции, добавить в ваши товары, опять же, мы бесплатно совершенно сверим в вашу матрицу, какие у вас есть товары в магазине, какие у нас есть в программе, добавим ненужное, добавим нужное, вернее, для вас именно, поэтому обращайтесь, оставляйте заявки, пишите нашим менеджерам, обязательно они свяжутся в ближайшее время, поэтому всегда будьте с нами на связи, а мы немножко уже так закругляемся, да, наш такой вот маленький вебинар снова подходит к концу, мы с вами обязательно встретимся на новых вебинарах, и поэтому подписывайтесь на нас, сейчас я еще передам слово Ирине, она с вами завершит разговор, а я пока откланиваюсь, пишите, звоните, ищите нас всегда с вами. Да, я вернусь буквально на 5 минут, потому что обещали отправить панораму, вот ждут некоторые люди, тоже хотели посмотреть, значит, Константин, вы еще здесь, вам отправлю сейчас панораму по номеру телефона, и кто еще здесь, тоже пишите, тоже отправлю, ну, для того, чтобы опять-таки посмотреть, как со стороны покупателя, как это выглядит. Так, минуточку, давайте для начала отправим Константину, и дадим возможность насладиться. Тут был вопрос, могут ли это делать наши клиенты, наши продавцы, на самом деле да, галерея проектов формируется для большинства ваших покупателей, соответственно, ее может наполнять какой-то один продавец, какой-то один дизайнер, но очень важно, чтобы этот дизайнер и продавец понимал вообще потребность ваших целевых покупателей, потому что мы, конечно, рекомендуем наполнять галерею именно по потребности. Так, Константин, сейчас я вам отправлю, секундочку, и вы тоже поделитесь впечатлениями. Я корректирую карточку одного покупателя, для того, чтобы не создавать кучу сделок, кучу карточек, поэтому у вас будет одна и та же панорама. Так. Так, Константин, посмотрите, пожалуйста, все ли у вас пришло, и я напоминаю, что для того, чтобы открыть панораму, вам необходимо будет внести контактный номер телефона. Это такая фишечка. Так, открывайте, пожалуйста, смотрите, и обязательно делитесь впечатлением, захотите ли вы, как покупатель, такую панораму презентовать своим друзьям. Это очень важно, потому что именно за счет этого и мы понижаем стоимости льда. Мы все про это сегодня. Так, у нас, по-моему, самая интересная часть – это интерактив по отправке панорамы. Правильно? Так, секундочку. О, Господи, сколько всего. Так, давайте. Ну, на самом деле, смотрите, те, кто из вас оставили заявку, то мы вам прямо на персональной презентации тоже вышлем такую панораму. То есть вы тоже себя сможете почувствовать покупателем. Не переживайте, я уж не буду всех задерживать. Ирин, вам еще, наверное, отправлю. И все. Так, 194, 62, 836. Так. Так, сейчас посмотрим. Ага, Ирина, по-моему, я неполный номер, да, наверное, ввела ваш. Секундочку. Здесь, кстати, тоже проверяется, и, конечно, панорама не отправится, если номер указан неверный, да, или WhatsApp не подсоединен. Сейчас, секунду. 194, 62, 8… А, шестерку забыла, 836. Отправилась. Все правильно? Нет, что-то как будто у вас, Ирин, больше цифр написано. Да, давайте Дмитрий вам отправлю, пока Ирина корректирует номер. А вот уже откорректировала. 800. Так, 921. 940, да? 946, 2, 8, 3, 6. Все. Такая задержка у нас вышла. Сейчас посмотрим. Все. Ирина ушла. Да. Ну, давайте на этом завершим, я думаю, правда? На самом деле, такой наш бизнес-завтрак получился очень насыщенный, как вы считаете. Очень рада, что вы все абсолютно дошли до конца. Ирина есть, да? Ура. Расскажите, нравится? Константин, почему вы так немногословны? Угу. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями. Как вам панорама? Хотелось бы немножечко более развернутого такого ответа. Но еще раз, мы с вами ориентируемся на большинство. И те, кто, вот Станислав говорит про дизайнеров, безусловно, вот я специально слайд открыла, 16% это те люди, которые, да, пришли за дизайн-проектом и работают с дизайнером, да, элитное жилье и так далее. Но при этом наша задача обработать вот как раз-таки те самые 84% и не просто обработать, а увеличить сумму чека, потому что это ваши деньги, это ваши доходы. И очень важно, чтобы каждый проект, он был по стандарту, где есть визуализация, где есть смета, где заложены все ваши материалы, да, которые можно купить только у вас. Вот. Именно поэтому галерею проектов мы наполняем типовыми проектами, разноплановыми абсолютно. Константин, ну, я надеюсь, в положительном ключе, да, описываете. Ну что ж, на сегодня мы с вами завершаем. Все, кто оставил телефон, и вам огромное спасибо. На личных консультациях мы еще раз повторим вот такую вот отправку панорамы, и вы все увидите, прям прочувствуете на себе. Не переживайте, кому панорамы не досталось. Хорошо? Вот. Все покажем. Вам спасибо огромное. Оставляйте заявки, комментарии. Мы с вами созвонимся, все покажем уже непосредственно на вашей организации, на ваших примерах. Ну что ж, все. Спасибо. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok